название многообещающие это очень пигментированных эти помады тоже звание пигментом сочиного но раньше была линейка проломб натуральная то ли вам 2 помада можете кстати тоже и посмотреть тот цвет кто-то там по календарю смотрел что уже весна не тут-то было добра утречка я вся такая пожеванная холодно дома у нас в общем вообще аномальная просто погода со вторника сегодня пятница просто резко поменялась погода у нас уже было как бы очень очень тепло и я не знаю что происходит нашей части украины наш город даже показывают по всем новостям потому что это просто полнейший шок посмотрите что творится на улице у нас короче просто такой кошмар творится эти дни кучу деревьев попадала было пару дней назад просто ужасный ветер на улицах света нет общественный транспорт там всякие трамваи троллейбусы не ездят потому что все провода по обрывались и такая вот дикость зеленые деревья цветущие абрикосы и снег ну короче жесть просто жесть у меня мамочка сегодня ночи приезжает она прилетает в киев днем и вот и как бы дай бог чтобы она успела потому что там между самолетом и поездом не очень много времени но будем надеяться что самолеты никакие у нее не задержат о боже ой я такая еще сонная разогреваю сейчас себе супчик куриный вчера ночью приготовила чтобы был вот и что еще у меня у меня еще остатки вчера мы делали салат но не доели хочу поесть очки тоже я жарила я мне меня и тут холодец который передала хочу немножко тоже поесть но посмотрим если это все в меня влезет мы сегодня с водимкой идем на свадьбу дальше сегодня свадьба и блин знаете мы когда с ней обсуждали где-то месяц назад типа в чем я там буду потому что она естественно сейчас положение как бы я говорила что у меня есть белое платье которое заказала если она не против что я буду в белом платье я сказала нет нет не против и я ей такая говорю я буду в черных колготах и как бы я его так сделаю что она не будет выглядеть прям знаете типа как свадебное платье то еще будут меня там замуж выдавать вот она такая пошутила говорит так какие там типа будут колготы уже в конце апреля уже наверно без колгот будем и тут вообще кто бы мог подумать хотя вот на следующей неделе у нас снова там 20 градусов тепло вчера вечером помыла голову меня вообще сегодня пригласили быть моделью на прическу и на макияж но к сожалению девочка стилист написала с утра что у нас все очень плохо чувствует и как бы это все отменилось в принципе с одной стороны я рада потому что я тоже просто еле встала а с другой стороны теперь надо все себе собой делать а я специально вчера не очень много бальзама на волосы нанесла потому что она попросила ну короче будем приводить себя из вот этого вот всего в порядок вот он мой волшебный супчик в такую погоду мне так хотелось просто бульончика такого супчика с рисом с картошкой с курочкой просто то что надо заказала такси потому что сейчас такая погода что иначе просто никак как раз заберу вадимку с работы и вместе мы поедем как вы видите я сейчас наношу тональный крем я уже несколько раз кстати пробовала этот кушонер лориаль мне в принципе он вроде как нравится но хочу снять отдельное видео на него показать вам его в работе в общем у меня сейчас не очень-то и много времени поэтому сейчас не знаю не буду ничего снимать буду быстренько собираться чтобы быть хоть как-то более или менее красиво вот я тебе вкусно вот я тебе вкусно я не успела вадимку заснять в красивом костюме но засниму его уже красиво очень красивым уличным костюм у нас тут слава богу вроде нет особо снега потому что возле дома у нас кучу снега а я в теплях ботинка но не в зиму как тебе мероприятие миленько миленько кто спит на кроватке не лили разве можно так спать на кроватке почему можно так спать на кроватке у тебя же есть твои местечки для сна какие мы колобочки привет ребятки это еще один хаотичный влог наверное получается не знаю с чего я там наклепаю но я всю эту неделю вообще ничего не снимала ко мне мамочка прилетела в гости каждый день был такой насыщенный какой-то то мои занятия то мы как бы встречались гуляли реально было все не до этого вот сейчас тоже у нас воскресенье последний день по моему апреля у нас сегодня и уже начало седьмого вечера сейчас жду Вадимка должен приехать мы сегодня были на семинаре по партнерским родам были целые четыре часа очень очень классно я очень рада что он со мной пошел вообще мне кажется для мужчин конечно много всего для себя как бы отметил а вчера тоже ночью у меня сделал такой вот подарочек сюрприз такие вот прелестные тюльпанчики их очень много они у меня сейчас по всей квартире стоят в разных вазах потому что там по моему он принес 50 штук тюльпанов фух здесь у нас кстати это буду я потом снимать наверное все отдельное видео ванночку мы купили для малышки это от стоки флексибат я вот хотела такую ванну это был подарок от моей мамы вот поэтому уже так уже так знаете собираю в принципе все самое главное уже куплено вот здесь вот у меня тоже видите красота да и мамочка у нас в зале остается он уже послезавтра уезжает вообще так прошло все это время ну я очень сильно извиняюсь да что наверное за эту неделю мало видео вышло просто потому что хотелось как бы хотелось это провести с родными вот а вот здесь вот еще стоят она их переставила то они на комоде а они там на стеллаже вообще были да так что сегодня была на снятиях с Вадимом потом убежала у него репетиция а я встретилась с мамочкой мы покушали и сейчас как бы уже дома фух хочу заказать покушать роллы и какой-то рис японский я такая сегодня вся такая объемная вот и попозже переедет Вадимка может быть спрошу чтобы он поделился своими впечатлениями о семинаре вот еще кстати хотела вам вообще рассказать насчет помните я вставляла и говорила что иду на мастер-класс от мак который устраивали в нашей школе визажа я немножко сейчас говорю с одышкой потому что пришла с улицы и не пила воду вот очень-очень классный был мастер-класс мы проходили нам показывали тенденции этой весны получается и для коммерческого макияжа делали там они макияж на модели но вообще какой был сюрприз вот вчера я просто у меня не было занятий довольно таки долго не попадала по моему расписанию по расписанию преподавателя вчера было занятие я красила свою маму ну тоже половину как бы делала преподаватель макияж там глаз бровей штатон и такое все в принципе наносила сама но она показывала один глаз одну бровь скульптурирование потому что это лифтинг макияж и есть видео в инстаграме золоташка мейкапскул выставляли видео моей мамочки ну конечно это такой яркий макияж получился конечно это абсолютно не дневной макияж моей маме было очень непривычно столько косметики как бы и такое все яркое но это такая вот вариация лифтинг макияжа а так конечно можно там наслаивать то есть насыщенно на день на вечер и 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 так что вчера моя мамочка была моделью у меня и оказывается нам сделали подарок от мак вот с мастер-класса я еще ничего не успела попробовать вчера только мне обучили вообще так круто вот такая вот пудра studio скульпт в оттенке медиум я думаю там всем вроде дарили одно и то же поэтому как раз на лето она не очень темная в принципе даже если просто ее использовать немножко как бронзер у нее очень-очень мелкий помол с того что я пальчиком успела попробовать вот так что обязательно буду ее тестить очень интересно все очень круто и тени тени это запеченные очень красивый цвет это оттенок spiced metal уже так темнеет и камера плохо фокусируется еще садится батарея тоже кстати не случилось красивый бронзовый золотистый а этот такой вот розовато ванильный цвет хорошая пигментация по ощущениям такие шелковистые очень приятные что тоже буду пробовать может завтра себе сделаю макияж завтра мы едем вчера были у родителей на шашлыках у родителей Вадима с моими с моим папой с моей сестричкой маленькой мамочка моя была ну короче собралась семья знаете выпили ну понятно за нас так как повод там малыш все дела завтра идем тоже к папе домой на шашлыки постараюсь на этой неделе больше влогов поснимать в принципе потому что у меня ну как всегда там и курсы и йога и в общем посмотрим что будет буду стараться потому что ну мамочка улетает у меня уже будет больше времени я уже снова смогу ютубу больше времени уделить а так что еще новый третий триместр у меня уже начался уже 27 недель растем цветем и пахнем к середине мая у меня следующий прием у гинеколога вот так что да такие вот дела все буду сейчас заказывать покушать у нас тут новый сайтик с едой посмотрим заценим сервис скотч я хотела тебя спросить на чем как тебе сегодняшний семинар ты много полезного для себя отнесла все полезное все новое единственная проблема это в другом в чем в том чтобы это все исполнить ну типа того да главное что мы подготовлены в любом случае все так все у меня схватки все нормально покушаем да вот еще 8 часов есть когда не могу максимум да это отлично у нас нам привезли по кушатке как раз вовремя будем кушать вот такая вот у нас красота суши это микс филадельфия это тут с креветкой с угрём и такой вот рис тяхан тоже с креветками вот такой вот рисок пахнет все очень-очень вкусненько а мы уже готовы отправиться на шашлыки видите уже так если поставить камеру уже не видно моих ногтях воп но сегодня совсем жарко сегодня 1 мая поэтому естественно вы это все увидите позже но с днём труда работников и и неработников и неработников да всех кто трудится и не трудится я сегодня надела свое новое платье там тапочки валяются это мамочка еще и зачины присылала без колготок в макосинах вот еще моя джинсовка сумочка Вадимка ты в чем у нас ветровочке хотя я ему сказала что наверное лучше одеть джинсовую рубашку но ничего мужчины всегда красивые Селнышко кто у нас любит солнышко? Верчонок да, точно не Вадимка нет да и я не особо но погодка сегодня классная идем к моему папе кушать шашлычки отдыхать здесь так красиво сейчас видно там Днепр вдалеке сегодня очень-очень жарко у нас уже не то что уже весна уже как лето как обычно так резко из одной погоды в другую что я сегодня вообще без колготок все замечаю ну вот 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 и у но вот вот и активный день, что сегодня за день? Сегодня 2 мая, мы провели уже мою мамочку с утра на Киев, на самолет, она в этот раз улетала прямо из Микропетровска, поэтому то, что вы видели, такой маленький аэропорт, это как раз наш городской аэропорт, Вадимка сейчас занимается, он наводит порядок на балконе, потому что надо там тоже перебрать вещи, сейчас стирка стирается, в общем, занимаемся дома уборкой, и я как раз тоже наводила порядок на кухне немного, еще не все там посуду, скоро, сейчас начну готовить обед. Ну, что забавно, он вынес с балкона коробку, говорит, надо перебирать, это вообще коробка еще, которая у нас осталась с нашей подготовки к нашей свадьбе, потому что очень много из декора я делала сама. Вадимка занимался цветочными композициями, а я делала тоже всякие элементы декора, и тут, наверное, много всего пооставалось из того, что мы использовали какие-то такие частички. Даже не помню, зачем это мне надо было, но это хорошая штучка такая, видите, цветная леска. Наверное, почти все выкидывать, забавно. Это вообще куски конвертов, таких бумажных пакетов, потому что мы каждому гостю делали подарки. Вообще, если вам интересно посмотреть, какая у нас была свадьба, это уже почти 3 года назад, у меня есть видео на канале, где такое фото, точнее, видео, где есть фоторяд с наших свадебных разных фотографий, поэтому где-то оставлю ссылочку или внизу в описании, смотрите, если вам интересно, будет немножко лучше понятно, что же такое все было. Здесь просто пакет почти, это все пойдет на мусор, я так понимаю. Лента зеленая. Даже не помню тоже, на что я ее покупала. У меня букет был с такими зелеными лентами, но девочки сами использовали. Кстати, это будет удобно, чтобы завязать подушки, а то мне на одну не хватило ленты. Что тут еще? Ой, вот это мы все даже поснимали, оказывается, мне казалось, мы оставили. Были такие, как баннеры, где была написана Карина и Вадим, вот это я все сидела, красила краской у нас в подъезде. В общем, да, забавно, даже не знаю, что с ними делать. Наверное, придется выкидывать, потому что куда их уже использовать, без понятия. Прищепочки тоже нам нужно, в виде фотографий. В общем, тут всякое такое, свечки. Да, буду сейчас перебирать. Бечевка, это, наверное, оставлю. И вот такие вот были теги с благодарностью. Это было вот как раз на подарочках для гостей. Пришло время готовить обед. У нас сегодня будет кускус с креветками и овощами. Поэтому сейчас буду запаривать кускус кипятком. Я думаю, вы много раз видели, да, как я делала. И дальше ждать минуток 6-7. Будем как раз подготавливать креветки, короче, овощи и все такое. Вот здесь мой перчик. Сейчас я его добавлю в сковородку. У меня, наверное, первый пойдет, чтобы немножко прожарился. И буду тоже врезать вяленые помидоры с орегоном. Очень-очень вкусно паркнуть туда же. И потом уже, наверное, креветки закину. И в самый последний момент будет у нас кускус идти. Он, я думаю, уже запарился. Я его люблю прожаривать. Вот кусус. И будет тоже соевый соус, оливковое масло, специи. Здесь у меня кумин. Кумин и, наверное, будет только черный перец. Вот с этой стороны у меня овощи. Здесь у меня креветки. Я забыла еще, кстати, сказать, буду добавлять, конечно же, лимонный сок. Потому что креветки морепродукты любят. Лимончик. Здесь я врубаю салатик. А что, сейчас, наверное, приперчу немного креветки. Немножко соуса добавлю. Пусть прожариваются, а потом кускус. Всем приятного аппетита. Вадим Кадут уже свою половинку съел. У нас сегодня фреш, салатик. Приятно. Это не реклама. Это, а, ну да, больше всего видно, что мак. Это, кстати, тюльпами пахнут вообще. Спустились. Что это тут за тюленчик такой? Тюленчик. Ну что, наконец-то мы кушали. Хочу лечь, немножко отдохнуть, уже поредактировать это видео. Возможно, вечером куда-то поедем с Вадимкой гулять в центр. Хотя, не знаю, я уж такая сегодня уставшая. Мне чешется бачок. Так, что-то с этими конкурсами прям достучаться до победителей порой бывает очень сложно. И в последнем видео, где я показывала покупки для себя из одежды с сайта Гипюр, было два победителя на одежду. Я там разыгрывала спортивный костюм и свитшот. Девочки до сих пор не отписались. Поэтому буду сейчас лежать, перевыбирать победительниц. Надеюсь, что в этот раз ответят новые победительницы. И все, буду редактировать этот влог, потому что иначе, я не знаю, сколько у меня там материала и насколько получится это видео. Ко-ко-ко. Надо будет разобрать тоже стирку. В общем, знаете, домашние дела и все такое. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну, и увидимся совсем скоро. Так что не скучайте. До новых встреч. Пока!